Здравствуйте! Большинство людей не заморачиваются с выбором зубной пасты. Просто приходят в магазин, находят полку с зубными пастами и выбирают любую, которая подходит по бюджету или, может быть, она им приятна на вкус. Кто-то покупает массовые бренды, другие покупают пасты подороже, думая, что они качественнее во всех отношениях. Но при этом на состав мало кто смотрит, а зря. Хотя, стоит посмотреть на тюбик и с обратной стороны. Вообще-то, достаточно взглянуть глазом обывателя на состав стандартной зубной пасты, чтобы понять, что что-то тут не так. Напоминает урок химии. Какие-то непонятные химические соединения. Вряд ли нам удастся найти что-то натуральное. А если и найдется какой-нибудь экстракт ромашки, то наверняка он окажется на последнем месте. А уже одно это говорит, что паста небезопасна. Что же обычно входит в состав пасты? Лаурилсульфат натрия. Он есть практически в каждой зубной пасте. Он отвечает за пенистость и быстрое выведение пятен. Именно за счет этого компонента пасты так хорошо пенятся и моментально очищают зубы. По сути, это дешевое моющее средство, получаемое из кокосового масла путем химического синтеза. Лаурилсульфат высушивает слизистую оболочку рта нашего, повышает чувствительность десен к аллергенам и таким раздражителям, как пищевые кислоты. Кроме того, это сильнейший абразив, применение которого приводит к истончению эмали. Лаурилсульфат натрия – это опасный токсичный химикат. Кокосульфат натрия. Он входит в состав многих так называемых натуральных и органических зубных паст. Это всего лишь отличный маркетинговый ход. Это обман. Дело в том, что само слово «кокосульфат» ассоциируется у покупателей с кокосом, а кокос – это вроде как полезно и натурально. Но на самом деле это тот же самый химикат, который незаслуженно проник в ряды ингредиентов для натуральной косметики. Фтор в зубных пастах. О нем многие наслышаны. В последние годы было много шума вокруг вреда для здоровья, избыточного количества фтора. Фтор всегда добавляют в пасту для профилактики кариеса. Но известно, что избыточное количество фтора приводит к обратному эффекту, а именно к разрушению эмали зубов, проблемам даже с суставами, образованию камней в почках, разрушению костной ткани. Антибиотики. Их тоже добавляют в пасту с целью убить микробы во рту. Проблема в том, что при этом уничтожаются не только вредные бактерии, но и полезные микроорганизмы, которые обитают у нас во рту и являются неотъемлемой частью нашего здоровья. Именно эти полезные бактерии призваны вести борьбу с паразитами и микробами, а никак не антибиотики в пасте. Поэтому, убивая нужные нам бактерии, мы нарушаем баланс в организме, уничтожаем своих естественных лекарей, без которых попадаем в постоянную зависимость от антибиотиков. Со временем наша полезная микрофлора рта так сильно ослабевает, что без антибиотиков уже не справляется со своей главной задачей не пропускать вредных бактерий дальше в организм. И это в итоге приводит к дисбактериозу. Добавляют в зубные пасты лактат алюминия или соль молочной кислоты. Это разновидность солей алюминия. Он добавляется в пасту как противовоспалительное средство, которое останавливает кровоточивость десен. Избыток солей алюминия препятствует задержке кальция в организме, тормозит синтез гемоглобина и уменьшает всасывание фосфора и других микроэлементов. И это тоже может привести к проблемам с костями и суставами. И так это самые вот пока что основные и самые вредные ингредиенты зубных паст. Этот список можно продолжать еще дальше, так как разнообразие химикатов в составе паст поражает воображение. Желательно все-таки пользоваться натуральными зубными порошками. Но, к сожалению, порошки многим не нравятся. Но их можно использовать не как основные средства для чистки зубов, а как дополнение к пастам. А пастой, если и пользоваться, то брать ее следует совсем немного на щетку, буквально слегка размазав по щетке, потому что ни к чему нам обилие пены во рту. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok